Субтитры сделал DimaTorzok С одной стороны держава на пороге главного пропагандистского праздника, парадные коробки заряжены, бюджетников на бессмертный полк согнали за салюты, и выступления артистов уплочены, сумасшедшие деньги, с другой, ну в общем, люди погибли, горе, но горе, не беда, выкрутились чиновники, решили, поскорбим 6, 7 и 8 мая, 9 танцуем, сегодня мы с тобой танцуем. Победобесия во всей красе, начинаем! Вы знаете, с ужасом жду приближения 9 мая. Не знаю, почему с ужасом, а просто задумайтесь, во что сегодня превратили в великий некогда праздник. Это ведь уже не день победы в том его смысле, в котором он и помню я, да и многие из вас, это скорее праздник отечественной статистики. Всероссийский день пропаганды, пьяного угара и шашлыка, а еще, эээ, когда пойдем смотреть салют? Бесконечные сериалы и фильмы о войне по ящику с самого утра, бестолковые парады и шествия, ряженые клоуны, как будто бы ветераны, мальчики и девочки, какие-то в кадетской форме, но уже. Увешанные значками и медальками, как собаки на выставке, пафос и истерика в новостях каждому участнику Великой Отечественной по квартире, угар милитаризма и культ войны, посмотрите, какие танки, какие пушки они пройдут по Европе, дойдем до Берлина, повторим, если нужно. Затем отыщут нескольких несчастных стариков, стряхнут с них пыль и выставят на всеобщее обозрение там же в ящике, например, мы безмерно вам благодарны, низкий поклон, я помню, я горжусь. Куча политиков на этом деле отпиарится, отчитаются о проведении идиотских акций. Сегодня наше молодежное движение вручило ветерану Иванову чайник, а администрация города подарила участникам войны бесплатный проезд в общественном транспорте с 7 до 9 часов вечера. Что в итоге? Миллионы отмытых рублей, лицемерие и пошлость, танцы на костях и дикие опли, чуть не забыл про детские коляски, цвета хаки, море выпитой водки, георгиевские ленты, торчащие из каждого утюга, конечно же, лозунги и плакаты, а затем страна неохотно протрезвеет, а мрачная угрюма побредет к пивникам похмеляться. Ветеранов упакуют обратно в коробки и спрячут до следующего 9 мая. Все, вакханалия закончилась. Не мог не удержаться, чтобы не процитировать вам нынче вот этого великого, на мой взгляд, человека, народного артиста СССР Олега Басилашвили. Человек, кстати, и войну пережил. Только что вернулся с гастролей из Азербайджана. Боже мой, Баку, это Лас-Вегас, второй Париж. Страна расцвела. Там нет ни одного подземного перехода без эскалатора. А что у нас? А у нас в Москве, в Петербурге. Не говоря о ж других городах, старики и инвалиды прут по снегу, по льду, спотыкаются, падают, ломают себе все, что осталось. Какие эскалаторы в переходах? Что вы, в телевизоре одна сплошная ложь о каких-то невероятных победах и свершениях. Министр подозревается в причастности к воросту миллиардов. Ему дают переждать и снова назначают начальником. Помните, у Булгакова в «Мастере и Маргарите». Я вошел в приемную редактора, где меня встретила окосевшая от ежедневного вранья секретарша. Точно так же и мы уже окосели от ежедневного вранья. К чему я это? А просто мне подумалось, что лучше Олега Валерьяновича я все равно не смогу обозначить тему сегодняшнего выпуска. Мне бы пришлось придумывать какие-то красивые фразы, речевые обороты, слова искать подходящие зачем, когда оно уже сказано. А посему это реальная журналистика. Мы и правда косеем от ежедневного вранья тема сегодняшней программы. Поехали! Хотел бы продемонстрировать вам одну таблицу. Вот додумался же кто-то сделать данную сравнительную характеристику. Не я, я просто вовремя ее заметил. Итак, что сравниваем? Две финансовые организации. Первая. Сапоги, Женев, справил? Теперь будем маршруты. Правильно. Печально известная МММ, которая в свое время обещала россиянам золотые горы. Чем все закончилось? Думаю, нет смысла рассказывать. А вот вторая. Пенсионный фонд России. Хороший директор. Без пенсии не оставит. Именно. Пенсионный фонд России, который, если верить агрессивной социальной рекламе в ящике, без пенсии не оставит. И вообще это наше спасение. Начнем, пожалуй. Вот она, эта таблица. Для вашего удобства поделена на два столбца. В первом характеристики МММ. Во втором ПФР, соответственно. Погнали. Форма собственности в одном случае акционерное общество, затем ООО. Во втором непонятное там еще со времен РСФСР. Эта история тянется. Изначально ПФР создавался как самостоятельное кредитное учреждение, которое только управлялось государством. Потом были какие-то поправки. Затем поправки к поправкам. Короче, сам черт ногу сломит. Ладно, дальше. Обе организации существуют по одному и тому же принципу. Старые вкладчики живут за счет новых. Теперь как осуществляются взносы? Мавроди, а затем уже его последователи собирают деньги со своих адептов в добровольном порядке. Ведомство же господина Дроздова вы делать отчисления обязаны. Это прописано законодательно. Размер взносов. В МММ зависит только от вас. Рубль, два тысяча, миллион. Сколько решите, столько и внесете. В пенсионный фонд 22% от дохода минимум. Больше можно, меньше нельзя. Забрать свой вклад со счетов. В конторе минимума вроде. Человек может это сделать в любое время. Но если повезет, конечно. И с ПФР никогда там как. По достижению вкладчиком определенного возраста, установленного законодательно, а это сегодня 65 лет для мужчин и 60 для женщин, ребята из фонда сами начнут вам что-то выплачивать небольшими порциями. Может быть. А вот не доживете, а ставить кому-то свои накопления в наследство нельзя. Умер человек и все. Все его деньги вместе с ним уйдут в небытие. Куда, кому, никто не в курсе. А вот в МММ, пожалуйста. Есть наследники ради бога. Но ваша доходность, впрочем, от взаимодействия с любой из этих организаций призрачна. Подведем итог. А что же народ-то думает про каждую из этих контор? Какую характеристику им дают люди? Вау! МММ, финансовая пирамида. Лохотрон. А основатель ее мавроди мошенник и жулик. А ну-ка теперь про ведомство господина Антона Дроздова. Что говорят? Достойная старость. Гарантированное государством благосостояние. Серьезно? Наш Дмитрий Анатольевич выступал, говорил, что 5-4 года назад, что дырат ты 1 триллион. Повысь ты до 67 и пенсионный фонд заживет наконец-то. У него ходы сойдутся. Сейчас чисто математика не сходится. Мы скотина. Я вот скотина. Я вот себя понимаю, что я сволочь редкостный. Я доживу до пенсии, понимаете, и у меня будет пенсия. Убить таких людей мало. К слову, как думаете, почему? А вот это, ребята, и есть последствия того самого телевизионного вранья, которым вам уже 20 лет компасирует мозг. Причем, найди несколько отличий. А вы их там и не найдете, потому что их нет. Каким образом Сергею Мавроди удалось одурачить всю страну? Как он смог заставить треть жителей России отнести свои кровные в его пирамиду правильно? Посредством агрессивной рекламы, главным образом телевизионной. А почему сегодня наша страна готова доверить свои накопления какому-то непонятному пенсионному фонду? Да по той же причине та же реклама, та же промывка мозгов и абсолютное нежелание людей анализировать и учиться на ошибках прошлого 25 лет прошло с момента краха того МММ. Что изменилось? А нифига, простите. Ну и еще один пример зомбирования, друзья. Ну, праздники же давайте хоть повеселимся. Вот то, что вы увидите дальше, это, собственно, наверное, можно расценивать как некое веселое заболевание под названием киселев головного мозга. Причем в данном случае, я подозреваю, это уже одна из финальных его стадий, на которой не лечится. Ну, до чего я тянуть-то? Крепче за шиферку держись, дорогой зритель. Кому мешает Путин? Интересный и весьма актуальный вопрос в сложившейся ситуации как во всем мире, так и у нас в России. А мешает Путин всем? Всем коррупционерам в России? Начиная с самого мелкого чиновника, стола начальника и заканчивая министрами либерального блока правительства России. Мешает коррупционерам-губернаторам. Мешает коррупционерам-сенаторам в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Мешает и мэрам городов. Вся эта коррупционная тусовка спит и видит в своих влажных снах, как Путина выносит из Кремля ногами вперед, с пули в голове. Если серьезно, вот это вот, господа, не имеет никакой смысловой нагрузки в данном случае, тем более информационной. Я это кино показал вам просто, чтобы вы увидели. До какого уровня человек, не желающий включать голову, хоть иногда может деградировать. Недаром у нашего великого народа всегда была в загашнике поговорка «делу, время, а потехе час» не забывайте, что просмотр телевизионных программ – это все-таки вид досуга. И может быть не стоит этим досугом злоупотреблять, лучше в шахматы играйте и классику читайте. Все, это была реальная журналистика всех с праздниками, наступающими и наступившими. Ссылка на канал на YouTube-страничку сверху, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться, пока. Пока. Штраф ГИБДД, услуги ЖКХ, кредиты и налоги ты оплатил. С долгами жить нельзя, с долгами жизни нет, оплачивай счета свои времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова